Я? Ну, хорошо. Что дальше-то делаем? Тянем следующий вопрос. Ладно, куда-то мы в сторону убежали. Давайте действительно положим. Аркадий Кац. Ну и что? Если ничего сказать, докладывайте. Разведчик Кац. Понимаете, вот... Я даже не помню, кто его поминал добрым словом здесь. На самом деле у Каца, в отличие от многих-многих-многих пермских политических имен, есть одно отличающее его качество. Он компетентен в вопросах, которые он ведет. Все остальное, там, человеческие, там, политические, куча всего, все как обычно, он компетентен. Много у нас таких? К сожалению, нет. Назовите один-два имени, которыми вы восхищаетесь в местном политическом бомонде. Я не восхищаюсь. У меня нет понятия восхищения. Ну, с точки зрения, с точки зрения профессионализма. Нет, понятие восхищения, во-первых, как ты понимаешь, Влад, оно, во-первых, не должно присутствовать вообще, с точки зрения работы. А мы занимаемся разной работой. Не согласен. Журналист тоже должен уметь восхищаться. Уметь, может быть, я готов говорить, но люди, которыми я восхищаюсь, к счастью, либо к несчастью, лежат вне сферы пермской политики. Жалко. Почему? Это жалко, что у нас таких нет. Хочется услышать от вас. Понимаешь, смотрите, Влад, а что мы хотим от пермской политики, от пермской элиты? Прикамья за последние, получается, чуть больше десяти лет пережила фактически три больших экспансионистских волны в Москву. И не только в Москву. То есть уезжала, то есть такой, знаете, пассионарный взрыв произошел. То есть то, что в Прикамье копилось там на протяжении 80-90-х годов, эти люди реализовались и уехали в несколько волн. Причем их четко можно делегировать, разбить по времени, по точкам, даже по лидерам. Вполне естественно, что вынуло, уехали те самые компетентные и талантливые. А кто еще, кроме Трутнева, то уехал? О, давайте смотреть. Значит, первым, кто покинул Прикамья и ушел на повышение в Москву вместе с командой, был вовсе не Трутнев, был Кузяев. То есть вместе с ним уехала в Москву и за ним продолжала потом еще уезжать люди, которые были с ним связаны по работе здесь в Лукоил-Пеми и в ПФПГ. То есть он забрал очень многих с собой. А те, соответственно, забирали с собой. То есть в результате получилась достаточно крупная история. Это первая часть. Он сейчас уже не пермский товарищ, да, Андрей Кузяев? Потом Трутнев. Ну? А потом Урансвязь инфор. И все уезжают, и с ними деньги отсюда улетают, нет? Да деньги-то, черт, с ними люди уходят. Проблема не в деньгах, проблема в мозгах. А потом вместо них Гельман приезжает. А почему вместо них? Ну, в общем, да, в определенном смысле вместо них. Ну, как бы Гельман же... Нет, в культурной экспансии у нас мозг не было. А сейчас огромное место занимает. По крайней мере, в умах творческой интеллигенции он какой-то, вот знаете, как говорится, кем пугают детей. Жупил. Вот. Старшилка. И это меня ужасно не то что забавляет, а удивляет точно, да. Отчего это все? Мы вернемся еще в труднее, но вот про Гельман расскажите ваше ощущение. А я не... Удивительно, как бы, для творческой интеллигенции, удивительно, наверное, даже для меня самого. Большое ощущение, что я с ним вообще пару раз разговаривал только. Но он же приходит на эфир и примененится. Я не вел ни разу с ним эфир. Так вот получилось, что мы с Гельманом практически не соприкасались. Это удивительно, но это факт. Как бы маленький город-то, да. Ну, вот так получилось. А все Гельман, ну Гельман. А вот смотрите, что, как бы, он потрясающий же в этом смысле человек, а из культурной фигуры он превратился в абсолютно политическую. Ну, он был политической фигурой, о чем особенно вот. То есть он занял привычное ему место. Такого политтехнолога при троне. Да. При этом, на мой взгляд, с точки зрения такого количества репутационного вреда для властителя не приносил, по-моему, даже Распутин. Как это сделал Гельман с губернаторами губернаторскими. Ну, это какая-то совсем непостижимая история, потому что непонятно совсем, чем же они околдовали. Да я не знаю, это у них надо спрашивать. Чуркунова. Ну, не знаю. Не знаю. Понимаешь, там есть... Вы напрямую это не спрашивали у Чуркунова проявления. Нет, мы не разговаривали над темой. Понимаешь, мне не... Вот честно, мне это не интересно. Я тебе клянусь. А мне не интересно. Или какая-то чисто человеческая таинственная история? Я не знаю, мне просто это не интересно. Понимаешь, мне кажется, что это очень простая история. Ну, расскажи, что это в вашей мероприятии. Она замешана на нескольких вещах. Я имею в виду феномен Гельмана. Ну, под Гельман мы понимаем всю команду, да? Все, кто приезжает. Нет, ну, в первую очередь, да. А кто остался-то, кроме него? Нет, я имею в виду всех, кого он привлекает своим магнитом. Понимаешь, смотри, первое. В отличие от многих пермских, Гельман умеет добиваться результата. Умеет? Ну, он фигура не только российского масштаба, такой, как бы я бы сказал, культурно-политический функционер европейского уровня. Поэтому... Да я не знаю, ну, понимаешь, то, что в моем понимании, как бы бизнес на Саварийске, это все равно, что бизнес на астрологии, да, это вот мое личное ощущение. Но я сейчас это не беру вообще. Здесь, здесь совершенно четко, да, он поехал, А. Он предлагает нестандартные идеи. Б. Он умеет добиваться результата. Какого бы то ни было. Да? С. За его выходками скрываются совершенно другие истории, да? Их не видно. А что там непонятно? Он с Сурковым? Я имею в виду, то есть, вот, Гельман вот, для творческой интеллигенции, закрыл с собой все остальное. Вы знаете, что мне тут интеллигенция в лице гостей, которые я себе на вашем месте, говорил о том, что они все, что-то кунул, с огромной симпатии относятся. Но вот этот Гельман полностью порушил этот союз. Я тебе только что сказал, что репутационные как бы удары, да, оказались достаточно очень серьезными, которые Гельман нанес в восприятии губернатора внутри Пермского края. Я думаю, что Личешкунова вот это вот уважение интеллигенции ему не надо особенно. Это не ко мне. А вот московская тусовка, это я тоже не знаю. Это ему интересно, наверное. Я не знаю. Влад, ты постоянно пытаешься спросить, заставить меня домыслить за других людей. Я не могу. Нет, за себя скажите. А я не могу. Как, что значит? Мне кажется, что Чехунов думает так-то. Слушай, ты не смешите меня. Вернемся к Трутневу. Это была самая яркая звезда политическая, которая отсюда уехала, на ваш взгляд. Почему сразу звезда-то? Понимаете, проблема не в отъезде звезды. Проблема в том, что там для Пиме или это не проблема, а вопрос в том, что Трутнев ярче. Трутнев утащил за собой команду. А кого вы успели оценить? Кто-нибудь помнит вообще, что делать здесь Трутнев? Алло, люди? Он ушел 9 лет назад почти. Я помню, интерьировал в прямом эфире. Было такое ощущение странное. Такой медведь с толстой шкурой. Его ничем не пробил. Ну... Такой же ловец. Я понимаю. На сегодняшний день мы не говорим ни в Пиме, ни о Трутневе политике, ни о Трутневе министре, ни даже о Трутневе пермскому губернаторе. Мы говорим исключительно о Трутневе мифе. Да, почему мы не поговорим о Трутневе мифе? Читайте газеты, получите удовольствие от Трутнева мифа. Все. А вот эта интрига, что он здесь сейчас туда, к нам в край заезжает, путешествует, и непонятно сейчас их отношения с Тушкуновым. Какие у них сейчас отношения? Не знаю. Начальник подчиненной? Не знаю. Бывшие партнеры? Не знаю. Друзья? Не знаю. Думаю, что очень сложно. Неизбежно просто сложно. Они просто не могут быть другими по ситуации. Понимаешь? это логика российского государства как византийского. Это логика современных бизнес-отношений вообще. Они просто не могут быть другими. А какие они там в нюансах? Ну, Влад, это к ним. К тому же, еще раз говорю, за каждым из них команды, чьи интересы отнюдь не всегда совпадают с интересами боссов. А вот сейчас это прошел слух политический или это уже реальность, что Черкунов будет уходить в Москву на повышение руководить чем? Не знаю. Взаимодействием каких-то регионов не знаю. Вот смотри, если я правильно понимаю, слух об уходе Черкунова в Москву запущенный им самим. Не, седьмой на моей памяти, восьмой. То есть, он с регулярностью возникает примерно раз в год. Да, и все. Может оказаться правдой, может оказаться слухом. Ребят, ну вы... Смотрите, ну вот образ, который он себе создал, просвещенного такого губернатора, он же пригодится при модернизации в Москве. Если там вот сейчас Путина уберут, хотя сейчас его не уберут, но рано или поздно элиты, которых уже тошнит от Путина уберут его. Тогда пригодится Черкунов там. Ну если элиты тошнят, конечно. Ну их уже поташнивает точно. Хорошо, я не спорю, вот. Только что утром почитал чью-то статью и там была хорошая фраза элиты тошнит или поташнит от Путина. Не знаю. Хорошо, пусть поташнит. Вас не тошнит от Путина? Нет. Я слишком редко с ним увижусь. Вам понравился лозунг Быкова на митингах «Не раскачивайте лодку, крыс утошнит». Красиво. И кто это крыса? Это же не только Путин один. образ всех этих крыс, которые оккупировали наши города. Поэт красиво работает с языком. Кстати, его неулюбимая фраза «У вас нет ощущения, что» когда он спрашивал, я так спрошу. «У вас нет ощущения, что вот эти крысы путинские, они полностью оккупировали российские города? То есть вот это сама модель управления городами чекистко-бандитской?» Значит, у меня, во-первых, вообще нет ощущения, для начала, что эту штуку стоит называть крысами. Вот для начала, во-первых, в статьях. «Ну, простите, литератору это его…» «Я так выговорю ни к чему, да, то есть, но…» «Я цитирую его». «Вот, нет, ты сейчас сформулировал вопрос, нет ли у меня ощущения, что крысы оккупировали города?» «Нет, у меня ощущения, что крысы оккупировали города». «А что сейчас у нас вот… Как назвать эту модель? Вот, на днях главный редактор Ярославского телеканала написал письмо, что он уходит в творческий отпуск, заболел он до конца выборов, потому что что происходит, он себя ощущает проституткой и не может этого больше делать, хотя… «Ну, если он ощущает себя в проститутках, написал заявление, ушел на боль…» «Знаешь, значит, видимо, как-то не очень… То ли он себя… «Странно, да, ушел бы, да и все, вот странно». «То есть, он ощущает себя проституткой не совсем? Да. «То есть, швабра в задний проход входит, но не до конца, что ли?» «Ну, это интересная история психологическая, психиатрическая, для всех редакторов, наверное, российских. У нас осталась буквально минута в этом отрезке. Вот путинизм в Москве и путинизм в регионах – это разные вещи. Как вы это понимаете? Путинизм – вся эта модель политика экономическая вы наблюдаете в Пермском крае ее 12 лет. Как это выглядит? В Пермском крае… Нет, во-первых, я скажу, что Пермский край нестандартный регион. Я согласен, что… Он нестандартный регион и мне… Он гораздо неопрактичнее остальных 80. И мне достаточно трудно судить о других регионах. Понимаешь, вот как бы вопросы такого порядка оцените ситуацию в России, да я просто на это не способен. Я недостаточно много вижу регионов, территорий. А вот судить по статьям и телерепортажам или интернету, я, в общем, честно тебе скажу, не готов. Уж больно впечатление создается неправильно. Воследствии, когда я жил в Москве 8 лет последних, у меня было ощущение по всем статьям, что Пермский регион один из самых демократичных. Ну, возможно, Когда я сюда вернулся, такое еще не исчезло, сидя здесь изнутри. Ну, естественно. Потому что... им приятно приезжать, но неудобно здесь жить. Не помню еще фраза. Но Рыжков сегодня похвалил свой визит в Пермь. Рыжков вообще все связанное с собой очень хвалит. А что, незаметно, да? Не оскорбляйте Рыжкова. Я не оскорбляю. Рыжков мой президент. Пожалуйста. А ваш президент кто? Знаешь, какой-нибудь монарх. У нас есть монарх уже. У нас нет, монарх. Не знаю, кто он. Самозванец? Слушайте, Ваев, ты что хочешь? Все, ничего не хочу. Поехали в следующую часть.